Уважаемые коллеги, сегодня мы поговорим о гидроморфологической оценке речных водных объектов. И хотелось бы сразу сказать, что это одна из главных, одна из приоритетных составляющих водной рамочной директивы Европейского Союза. Я эту директиву называю «водной конституцией Европы». И знаете, дело все в том, что в последнее время именно водная рамочная директива становится все ближе украинским ученым, все ближе украинским исследователям, потому что она определенным образом устраняет границы между странами. В каком смысле я имею в виду? Реки не имеют границ. Река течет по территории, по земле, имеет свой бассейн, и он, в общем-то, искусственным образом, в определенной степени, разграничен административно. А эта директива как раз говорит о том, что мы должны изучать, исследовать всю реку в целом. И говорилось уже в презентациях о экологическом состоянии, экологическом статусе рек. Это очень важный момент, это составляющая плана управления речным водным бассейном. И вот если мы рассмотрим основные структурные содержания этого экологического статуса, то, естественно, и безусловно, приоритетной в этом аспекте есть биологическая оценка качества. Она главная, она базовая. И две оценки, которые существуют тоже в этом отношении, гидроморфологическое и физико-химическое, это составляющие вспомогательного плана к общей биологической оценке. Вот как раз сегодня давайте мы немножечко рассмотрим и детализируем именно гидроморфологическую оценку качества. В отличие от биологической и химической оценок, гидроморфологическая оценка на сегодняшний день имеет хорошую такую презумпцию, хорошую основу юридическую в Европейском Союзе. Я имею в виду два стандарта, которые уже вышли в Европейском Союзе, которые регламентируют условия применения гидроморфологической оценки на тех или иных водных объектах. Я имею в виду речные водные объекты. Первый стандарт СН-14-614 появился в 2004 году. Это один из самых первых стандартов вообще в водной рамочной директиве. И он назывался «Качество воды, руководящий стандарт оценки гидроморфологических параметров рек». А второй стандарт вышел через 6 лет, в 2010 году. Тоже он называется «Руководящий стандарт оценки качества реки по гидроморфологическим параметрам». И, в общем-то, прежде чем рассмотреть структуру и особенности гидроморфологической оценки, я хотел бы поговорить немножечко об этих стандартах. В целом, моя лекция будет иметь 4 основных блока, на которых я хотел бы, в общем-то, заострить свое внимание перед вами. Первый блок — это методология и методика гидроморфологической оценки. И вот начнем мы как раз и с этих стандартов. Второй блок — это будет, собственно говоря, сама оценка, как ее производить, как ее выполнять и что за чем следует. Третий блок моей презентации — это гидроморфологический мониторинг, что мы должны исследовать, как мы должны вести эти исследования. И четвертый завершающий блок — это, собственно говоря, будет управление гидроморфологическим качеством. Что надо сделать, какие рекомендации необходимы для того, чтобы управлять именно этой составляющей экологического статуса. Вернемся к нашим стандартам. Если говорить о стандарте 14.614, первом стандарте, то он, в общем-то, дает оценку гидроморфологического состояния реки. Но здесь есть некоторые «но». Первое — эта оценка не осуществляется на количественном, так сказать, срезе. И второе — этот стандарт не делает попытки оценки взаимовлияния гидроморфологии и гидробиологии. Хотя в этом стандарте есть очень полезные вещи, которые мы должны использовать. Тут прописаны интересные моменты, касающиеся того, как мы должны исследовать реку. Два аспекта выделены в этом стандарте. Это первый аспект — дискретное исследование реки. То есть мы берем какие-то определенные участки, которые наиболее репрезентативны. И по этим участкам проводим исследования. И совокупность таких участков дает нам какое-то общее представление о гидроморфологии реки. И второй момент — это континуальные исследования. То есть мы берем в реку от истока к устью и проводим полностью исследования, и изыскания, и изучения по всей длине речного водного объекта. Следующий стандарт, который появился через 6 лет, уже имеет, так сказать, учитывает вот эти недостатки, о которых я говорил несколько выше. И он связывает гидроморфологическую оценку с биологической и дает определенным образом уже количественную оценку гидроморфологии как таковой. В этом стандарте, кроме того, что я сказал, есть два очень интересных момента. Первый момент — это двубальная, так сказать, оценка по этому стандарту. Можно делать по 5-бальной системе оценку, можно делать по сокращенной 3-бальной системе эту оценку. Второй момент касается, где применяется какая из этих оценок. Если мы говорим о плане управления речном в общем, так сказать, понимании этого вопроса, обязательно проводится 5-бальная оценка. Если мы говорим о каких-то конкретных, частных моментах гидроморфологической оценки, применяется 3-бальная система. Если мы говорим о стандарте 14.614, там в основном 10 основных параметров, которые должны использовать исследователи для того, чтобы оценить гидроморфологию реки. В новом стандарте таких дескрипторов, таких параметров уже 14. Из них 10 основных и 4 дополнительных. В этом новом стандарте еще есть одно хорошее такое с моей точки зрения условие, это определение референсных условий. Какие должны быть референсы, то есть изначальное положение реки с точки зрения оценки гидроморфологической и как их надо использовать. Два слова о том, что такое референсные условия. Это состояние водного объекта, при котором отсутствует изменение величин гидроморфологических, физико-химических и биологических составляющих качества, которые могли бы существовать при отсутствии антропогенного влияния. Этим стандартом прописан важный момент, что если наши показатели в бальной оценке не превышают, не отклоняются более чем на 5% от самого первого отличного качества, то мы можем говорить о референсных условиях. Это важный аспект, важный момент в том плане, что мы можем выделять уже количественно каким-то образом референсные условия. Еще одно дополнение, которое необходимо отметить. Все референсные условия по гидроморфологическому качеству должны обозначаться звездочкой. Разделение гидроморфологических классов качества мы взяли за основу словацкий подход, немножко его дополнили, и мы имеем, в общем-то, 5 гидроморфологических классов, начиная от отличного, хорошего, удовлетворительного, плохого и очень плохого. Все классы имеют цветовую оценку. Это очень важно, важно для восприятия, важно для понимания этих вещей. Отличный класс — это у нас голубой, хороший зеленый, удовлетворительный желтый, плохой оранжевый и очень плохой красным цветом. Есть бальная оценка по этим классам, которую мы дальше будем также использовать. Что является основой для проведения гидроморфологических исследований? Это, прежде всего, участок обследования, который разделяется на определенные отрезки обследования для той или иной реки. В этом контексте следует заметить, что мы подошли к такому, в общем-то, разделению рек немножко по-другому, чем другие европейские страны. Дело все в том, что существует достаточно большая дифференциация между равнинными и горными реками. Она заключается не только в их величине, в скорости потока, в динамических показателях водного режима, но и в условиях, в которых находится та или иная река. Поэтому для гидроморфологической оценки рек мы берем участки обследования, которые для равнинных рек и для горных рек. Для горных рек на этом слайде показано, что малая река у нас меньше 10 метров ширина имеет, протяженность участка 200 метров и протяженность отрезка обследования 40 метров. То есть для горных рек мы разделяем участок обследования на 5 равных участок отрезков обследования, которые исследуются, суммируются их общие показатели, и общий показатель идет для участка обследования. Для равнинных рек, если мы говорим о параметрах самих рек, то у них гораздо большая инерция в изменениях, нет такой острой активной динамики, как для горных рек. И потому протяженность участка обследования увеличивается, увеличивается также протяженность отрезка обследования и уменьшается количество отрезков обследования, которые мы должны исследовать. Теперь несколько слов о методике исследования. Содержательная часть методики базируется на протоколах. Это заимствовано из словацких подходов. Мы очень благодарны словацким нашим коллегам. Они были нашими, так сказать, учителями в этом плане. Но мы немножко дополнили эти содержательные протоколы. Первое, с чего надо начинать, это разработка стратегии гидромофейской оценки. Мы должны посмотреть, какой водный объект, как он разбивается на определенные участки, какая, в общем-то, река, какой категории относится эта река, горным или равнинным, а далее уже проводить сами исследования. И этим образом мы сразу же определяем процедуру исследования, которая есть стандартной, которая расписана в стандартах водной рамочной директивы, и мы ее используем. Должны быть сделаны определения параметров оценки, составления протокола оценки, об этом мы немножко позже детально проговорим, и определение основных характеристик гидрологического режима. Это тоже блок очень интересный, который нет, собственно говоря, в стандартах, но мы обязательно его учитываем, потому что дает нам большую информацию о самом водном объекте, о самом водном теле, как говорят, в Waterbody, в Европейской водной рамочной директиве. Кроме этого, мы дополняем еще два параметра. Это оценка состава наносов и оценка процессов руслоформирования. Это, в общем-то, наше ноу-хау, которое позволяет нам более детально, более правильно, объективно оценить гидроматологические составляющие того или иного водного объекта. Протокол исследования местности. Два протокола у нас есть стандартных, на которых базируется, собственно говоря, сама оценка. Протокол исследования местности – это наиболее общая форма представления, не сведения о русле, пойме, бассейне и гидрологических условиях водотока. Здесь есть, в общем-то, пять основных параметров, которые касаются определения местности вообще, как таковой, параметров русла, прибережной зоны и поймы, водосборного бассейна и гидрологических условий. Большой дифференциации между горными и равнинными реками мы здесь не наблюдаем. Единственное, что хотелось бы отметить, в равнинные реки мы ввели категорию осадочных пород, потому что даже для Украины большая часть территории Украины равнинная – это осадочные породы. В европейских стандартах такой категории не было. Собственно говоря, основой, сердцевиной всей методической характеристики гидроматологической оценки есть протокол этой оценки. Опять же таки, здесь есть небольшая дифференциация, уже она ощутима для горных и равнинных рек. В протоколе гидроморфологической оценки мы взяли 14 основных дескрипторов. Если вы помните, мы говорим о последнем стандарте 15-14 дескрипторов, то мы уже приближаемся этим современным протоколом к последнему стандарту. И наибольшие изменения, собственно говоря, в отношении горных и равнинных рек внесены во второй категории – это внутренние характеристики потока. Почему так вышло? Собственно говоря, для горных рек эти характеристики потока более динамичны, причем гораздо более динамичны, нежели для равнинных рек. Поэтому, учитывая специфику равнинных рек, мы немножко переоценили бальную оценку именно вот этих динамических параметров потока. Второй момент, какой здесь есть. Важной биологической составляющей гидроморфической оценки есть остатки деревьев, которые мы должны определять, если их достаточное количество, река ближе находится к референсным условиям. Скажите, пожалуйста, для степной зоны, там, где река течет в степи, есть только в большинстве своем травянистая растительность, где мы найдем остатки деревьев. Поэтому мы ввели новый показатель, это зарастаемость русла. И он очень неплохо себя зарекомендовал для равнинных рек. Ну, примером таких рек могут быть реки бассейна Припяти. Если мы уже говорим о протоколе гидроморфической оценки для равнинных рек, здесь уже этих дескрипторов 15. За счет этого нового введенного показателя, это наличие макрофитов на водном зеркале реки. Бальная оценка по протоколам производится очень просто. Это суммарное количество среднеарифметическое по категориям. Сумма всех баллов по категориям, разделенная на количество категорий, дает нам определяющий показатель гидроморфоистского качества для той или иной реки. Мы, как уже сказал, ввели еще один блок. Это гидрологическая характеристика гидроморфоистской оценки качества. Вновь таки. Для равнинных и горных рек есть определенная дифференциация. Для горных рек, к тому, что сделала словацкий протокол, мы добавили максимальный сток. Чем это вызвано? Прежде всего тем, что поводочный режим горных рек есть одним из определяющих в составляющих гидроморфоистской характеристики этих рек. Потому, именно максимальный сток реки дает нам очень большой весовой аспект в общей оценке гидрологического режима. Для равнинных рек здесь немножко другой показатель является определяющим. Это зарегулированность стока. Если взять некоторые реки равнинной части Украины, такие как в бассейне Припяти, взять ту же самую Рось, то показатель зарегулированности стока колеблется от 15 до 50%. Не учитывать этот показатель, мы можем немножко искривленно, можем немножко необъективно определить референсные условия. Поэтому этот показатель, на наш взгляд, есть довольно существенным, и его необходимо определять. Таким образом, когда мы проанализировали по двум категориям рек, горные и равнинные, все необходимые элементы, дескрипторы для определения гидроморфоистского качества, мы вышли в наших исследованиях на определенные референсные условия, которые представлены на этом слайде. И суммарный общий показатель гидроморфоистского качества в обоих случаях и для горных рек, и для равнинных не превышает 1,10. То есть мы не выходим даже за 3% отклонения от единицы для условий референсов. Это все вписывается в новый стандарт. Если брать по категориям рек, русла реки, характеристики потока, берег, прибрежная зона, пойма, то для равнинных и горных рек тут есть тоже некоторые различия. Для горных рек наибольшие, так сказать, отклонения может иметь пойма, потому что это узкая полоса, в которой очень часто имеется большая селитивная нагрузка. Это 5%. А для равнинных рек наибольший приоритет имеют характеристики потока и пойма. Характеристики потока, потому что большая зарегулированность тока есть, и сами равнинные реки не отличаются высокими показателями динамических параметров этого величины. Следующий блок, о котором я говорил, это анализ состава наносов. Если мы говорим о наносах, то это история реки, это ее настоящее и это ее будущее. По наносам мы можем это предсказать, мы можем посмотреть, что было с рекой. По крупности наносов можно определять, как вела себя река в каком-то прошлом времени, как ведет себя река сейчас, соответствует ли это составляющие определенным показателям размывающих, неразмывающих скоростей, и как и что можно ожидать от реки в будущем. Опять-таки мы говорим о двух категориях рек – горной и равнинной. Для горных рек мы говорим о большой неоднородности отложений, о средних диаметрах наносов взвешенных и средних диаметрах слоя самоотмостки. Есть такой термин, мы вводим его. Это верхний, самый верхний слой наносов реки, который обычно на 30-50% крупнее, нежели весь, так сказать, слой наносов, который находится под ним. Это очень важный аспект. И вот как раз по этому аспекту, по неоднородности отложений, по параметрам неоднородности отложений мы можем определить, к какой степени горная река есть горной. Для равнинных рек определение идет простыми методами. Это процентное соотношение фракций в пробе и любви. Последним завершающим блоком самой методики мы предлагаем оценку процесса врослоформирования. И она состоит из трех основных категорий. Это морфометрические параметры, необходимо определить для того или иного речного водного объекта. Это динамические параметры, морфометрические, это ширина, глубина, всем известные вещи. Динамические параметры, это скорость, расход, число фруда, условия, так сказать, мощности потока. И обязательно выйти на тип русла. Вот с типом русла как раз связано очень во многом, опять-таки, горность или не горность реки, и равнинность ее, и этот тип русла показывает, в каком состоянии даже может быть река. Если он сильно изменен, кстати, в методике словацкой это есть, значит, река имеет худший класс. Если он не изменен за какой-то промежуток времени исторический, значит, река, в общем-то, достаточно уверенно держит свой класс, изменений никаких не было. К квитэссенции всех, так сказать, наших исследований относительно гидроморфейской оценки рек есть алгоритм представления реализации этой методики. Он достаточно унифицирован, он достаточно прост, он достаточно прост в самом использовании. Основной частью алгоритма есть три протокола оценки, которые есть, в общем-то, по сути говоря, основой и полностью соответствуют водной рамочной директиве. И два блока, это анализ составляющих наносов и оценка процессов руслоформирования, которые, по сути говоря, есть каким-то образом проверочными блоками, дополняющими блоками, которые могут определить, почему класс качества может быть худшим или лучшим. Во многой степени могут определить. Совокупность всех этих пяти основных блоков алгоритма выходит на, собственно говоря, банк информации, выходит на систему создания мониторинга гидроморфологического и выходит на план управления реки и определенные мероприятия, которые необходимо применить для того, чтобы или улучшить, или сохранить данный речной водный объект. По сути говоря, все содержание алгоритма и заключается в оценке проведения тех или иных мероприятий гидроморфорических на водных объектах. Если мы будем говорить об самой оценке, хорошим примером этой оценки, на мой взгляд, есть бассейн Латтерицы, это суббассейн реки Тиса. И, в общем-то, оригинальность и удачность этого примера заключается в том, что он одновременно, бассейн реки, находится как в горных, так и в раненых условиях. Мы имеем два типа, две категории реки, о которых мы говорили немножко выше. И здесь позволительно нам определить сразу два момента гидроморфологии, горных участков и раненых участков. Прекрасно играет здесь цветовая гамма. Голубой, зеленый, желтый, оранжевый, красный. Они сразу дают нам представление, в каких участках, какая часть реки находится, в каком состоянии. Даже можно не смотреть на цифровые показатели. Следующий этап оценки, это гидрологическая оценка. По сути говоря, она тоже очень неплохо и очень качественно представляет гидроморфологию реки по всей территории бассейна. Мы говорим сейчас, естественно, о дискретной оценке, потому что для проведения континентальной оценки, во-первых, необходимо достаточно большие средства, а во-вторых, достаточно большие трудозатраты. Но еще в свое время Лохтин в конце 19 века говорил о том, что русловые процессы, ну а гидроморфология очень близко связана, как выясняется, с русловыми процессами, можно определять и на репрезентативных участках, и по ним делать общую оценку для реки. По сути говоря, так мы начали работать на украинских реках, на реках бассейна Тиса, на реках бассейна Припяти. Сейчас уже на реках бассейна Днестра, я думаю, на реках бассейна Тисны, и перспектива. Мы хотим, в общем-то, всю территорию нашего государства, охватить все реки, все бассейны, которые находятся на нашей территории, охватить такой оценкой. Тут есть один момент. Мы говорили все время сейчас о природных условиях, природных водных объектах, природных речных водных объектах. Но дело все в том, что для большинства рек Украины характерны и существенно измененные водные объекты. И здесь необходимо применять несколько иные подходы к определению гидроморфорического качества. Мы взяли в основу подход Международной комиссии защиты реки Дунай. Это, в общем-то, общепризнанный, уже довольно имеющий хорошую проверку на других реках подход. И применили его к нашим, так сказать, разработкам. В свою очередь мы выделили некоторые моменты, которые, на наш взгляд, дают нам очень хорошее представление, что нам дальше делать с теми или иными водными объектами. Если мы говорим о показателях классов гидроморфорического качества о плохом и очень плохом, это четвертый и пятый классы, то мы говорим о кандидатах в существенно измененные водные объекты. Если мы определяем удовлетворительный класс, то мы говорим о потенциальных кандидатах. То есть это уже первый звоночек тому, что нам что-то нужно делать, что-то нужно предпринимать. Если мы ничего не будем делать, река может уйти уже совершенно в другую ситуацию относительно природных, не говоря уже о референсных условиях. Поэтому для той же самой Латерицы мы произвели такие исследования и определили, что большинство каналов, которые находятся в бассейне данной реки, имеют очень плохой класс, это пятый класс, и мы определяем его уже, эти каналы, как существенно измененные водные объекты, и мы говорим уже о потенциале, о достижении потенциала. И, наверное, нет смысла переводить эти каналы опять в естественные реки, та же река Серна, которая полностью канализирована, наверное, нет смысла ее опять выставлять рекой, это пройдет очень большое количество времени, и какие трудозатраты и финансовые затраты необходимы для этого, это надо, в общем-то, сидеть и внимательно считать и соизмерять, стоит ли это дело. С учетом того, что мы выделяем и существенно измененные водные объекты, на карте, на электронной карте бассейна Латерицы можно выделить, можно определить все участки, которые мы можем констатировать по отношению к гидроморфистскому состоянию той или иной реки. Еще раз повторюсь, базовая оценка есть у нас, в общем-то, дискретная, но она позволяет при проведении детальных рекогнозировочных исследований показать, что, по сути, все основные водные объекты бассейна Латерицы имеют уже свой цвет и, соответственно, свой класс качества. Если обратиться опять к водной рамочной директиве и внимательно почитать основные положения типологии идентификации речных водных объектов, то там говорится, что основной единицей для составления плана управления речным бассейном есть не сама река, не вся река, может быть, часть ее, этой реки, и этот час называется водным объектом, а дословно с английского водным телом water body. Вот как раз для этих водных тел необходимо и определять то или иное качество. Мы говорим сегодня о гидроморфологическом качестве. Такая работа была проведена, и для всех рек бассейна Латерицы выделено больше 40 водных объектов, 40 водных тел, для которых проведены все эти характеристики, в том числе и границы водного этого тела, длина этого водного тела, код этого водного тела, оценка состояния, в общем-то, и код международный, который позволяет говорить о том, что река Латерица, бассейн Латерицы есть тоже, в общем-то, трансграничный, можно использовать как словацкие части этого бассейна, так и украинские, и в одном режиме сопоставлять. Проведена очень детальная оценка характеристики гидрометрического состава наноса. Не будет ни для кого секретом, что система мониторинга гидрологического предполагает очень редкое, очень малое количество определения состава донных наносов и, в общем-то, сток наносов. На сегодняшний день мы провели по более 30 точкам, участкам обследования эту оценку, и у нас получились очень интересные результаты. Результаты свидетельствуют о том, что чем выше находится составляющая бассейна реки, тем крупнее, как правило, у нас наносы. А вот такие пункты уже, которые в районе Соломоново, это перед самым выходом Латерицы на территорию Словакии, крупность наносов уже переходит в мелкий песок с примесью ила. Проведены также очень детально гидродинамические характеристики и морфонтрейские русел, то есть руслоформирующие процессы. И мы опять увидели, что большая существенная разница наблюдается между горными участками рек бассейна Латерицы и равнинными участками. В несколько раз, даже в отдельных случаях, в порядке раз, имеется такая дифференциация. Все это, собственно говоря, дает нам основание для проведения комплексной гидроморфористской оценки, согласно алгоритму, который был представлен в этой презентации, комплексной оценки и более объективным подходом, более количественно объективным подходом для оценки гидроморфористского состояния того или иного речного бассейна. Важной составляющей, в общем-то, не только гидроморфористской оценки, но и в любой из трех указанных оценок биологической, физико-химической и гидроморфористской, есть мониторинг. Дело все в том, что в Украине нет государственного, но называется еще контрольный в водной рамочной директиве мониторинга по гидроморфористскому состоянию. Мы разработали основные положения этого мониторинга, и основной целью данного мониторинга есть проведение систематических исследований гидроморфористских изменений и функционирования руслопойменного комплекса на репрезентативных участках рек. Выделены основные задачи этого мониторинга, выделена последовательность его реализации. Я хотел бы, в общем-то, с удовольствием сказать, что сейчас на речных водных объектах Украины уже заложено и функционирует около 100 участков обследования этого мониторинга. Я думаю, что это хороший вклад в то, чтобы, в общем-то, и на государственном уровне начались серьезные разработки по ведению такого мониторинга для рек Украины. Касательно гидроморфористского мониторинга, мы предложили интересную схему ее, его, так сказать, составляющих, и как его надо реализовывать. Глобальной структурной участком мониторинга есть участок обследования, на нем базируется, по сути говоря, вес мониторинга. Но это немножко расплывчатое понятие. Участок обследования может быть 1000 метров, может быть 500 метров, и как мы будем проводить мониторинг на каком-то, в общем-то, довольно большом участке. Поэтому мы вводим основную, так сказать, самый элементарный, самый базисный уровень мониторинга это речной гидроморфологический створ. Это створ, который проходит через русло пойменный комплекс. Там собирается вся информация, он хорошо имеет координатную привязку, высотную привязку, и к нему мы относим, по сути говоря, все необходимые исследования. Естественно, если мы говорим о мониторинге, необходимо дать какие-то моменты, касающиеся управления этим мониторингом. И обязательно этому всему нужно научить тех людей, тех лиц, которые будут этим заниматься, и проверить качество их исследований. Тогда мы замыкаем систему мониторинга в хорошую, простую, структурную систему. РГМС, речной гидроморфический створ. Мы разработали структуру РГМС, и самое главное, уже существует, опубликован и функционирует более чем на 150 створах в Украине паспорт речного гидроморфологического створа. 15 основных пунктов в этом паспорте. Я не буду их детально анализировать. Это можно все посмотреть, почитать уже в опубликованной литературе и пользоваться, собственно говоря, этими результатами. Важным аспектом в мониторинге является его частота проведения. Ну вот как часто необходимо проводить мониторинг? В водной и рамочной директиве предлагается проведение всех видов мониторинга, в том числе контрольного, исследовательского, один раз в 6 лет. Но давайте мы посмотрим на гидроморфологию реки, которая довольно-таки дифференцирована, довольно-таки сложна. Мы имеем 2 категории рек, горные и равненные. Удовлетворяет ли нас проведение мониторинга раз в 6 лет? Если мы говорим о непрерывности свободного движения водного потока, наверное, нет. Если мы говорим о изменении гидроморфологических показателей, тоже, наверное, нет. В данном случае для горных и полугорных рек мы предлагаем в эти 2 категории 2 этих показателя непрерывного свободного движения водного потока и морфологические показатели вводить понятие прохождения руслоформирующих паводков. У меня есть классификация авторская этих паводков. Это паводки, которые проходят при существенном изменении русла реки. Тип русла меняется. Вот вспомните тот тип русла, руслоформирующей деятельности. Если поменялся тип русла, нам надо проводить мониторинг обязательно. Значит, есть существенные изменения в гидроморфологическом качестве той или иной реки. И если нет таких паводков за период исследований, за период шестилетний, мы четко следуем положениям водной рамочной директивы. Никакой противоречивости здесь нет. И, собственно говоря, водная рамочная директива, рамочное слово, предполагает определенные рамки использования тех или иных моментов, что мы и предлагаем для рек именно Украины, учитывая специфику этих рек. Если говорить о равнинных реках, то то же самое, два показателя непрерывной с реки и морфологические показатели должны определяться при прохождении верхних интервалов руслоформирующих расходов воды. Есть такой термин, он во многих стандартах записан. И если проходит руслоформирующий интервал верхний на призатопленной пойме, мы обязательно должны проводить мониторинг. Если в течение шести лет не наблюдаются такие руслоформирующие расходы воды, мы пользуемся четко положениями водной рамочной директивы. Последним завершающим моментом это управление процессами гидроморфологии в реке. Очень важный момент, очень сложный момент. И на сегодняшний день это очень актуальный момент. В водной рамочной директиве записано, что все три составляющие биологическое, физико-химическое, гидроморфическое это есть составляющими и основой плана управления речными бассейнами. Но вместе с тем существует еще директива по оценке управления рисками наводнений, которая немножко позже в водной рамочной директиве в 2007 году вышла. И определенным образом она имеет некоторые противоречивые моменты с водной рамочной директивой. В чем они заключаются? Если мы говорим в водной рамочной директиве, что основной задачей достигнуть у нас референсных условий, то есть условия, где хозяйственная деятельность человека никоим образом не выражена или выражена очень-очень опосредованно, то как раз противоповодочная директива, я так ее называю, говорит немножко о другом, что там надо защитить надо оборудовать, надо построить, надо выделить, надо определить и провести мероприятие, чтобы ликвидировать. Определенные есть несоответствия. Мы попытались эти два несоответствия заключить в одну схему реализации гидроморфейской оценки, для того, чтобы принимать все-таки оптимальные водохозяйственные решения и вместе с тем поддерживать основные положения вводной рамочной директивы. Такая схема представлена на данном рисунке и она как раз предполагает, что да, следует проводить определенные мероприятия, потому что жизнедеятельность человека в руслопойменном комплексе очень важна. И, в общем-то, риски жизненные тоже очень важны. Надо это все учитывать. Но учитывать это методами, которые не нарушают, которые могут даже поддержать определенные положения, касающиеся развития речной системы как таковой и реки как таковой, как живого организма. В данном случае мы говорим о двух блоках. Это условия, которые регламентируют в общем-то водная рамочная директива и условия, которые регламентируют противоповодочная директива. И одним из таких моментов есть предложение биологических систем защиты от паводков. То есть это лесонасаждение, высадка полос в определенном направлении, с определенным расстоянием между деревьями. Мы ничего этим не нарушаем. И наоборот, мы измененное состояние можем каким-то образом привести к природному состоянию. Подходы к формированию мероприятий. Если у нас хорошее и отличное состояние, поддержка и сохранение этого состояния. Если у нас удовлетворительное, плохое и очень плохое состояние, восстановление и улучшение. Но здесь надо иметь в виду очень важный момент. Стоит ли восстанавливать очень плохое состояние, если река полностью видоизменена? Стоит ли это делать? Не нарушим ли мы еще более экологические все условия? или перевести эту реку в существенно измененные водные объекты и определить ее потенциал? Здесь над этим надо серьезно думать. Если мы говорим о мероприятиях по поддержке и сохранению гидроморфейского состояния, то здесь необходимо проводить необходимое, не бреже одного раза в год, обследование участков, выявлять изменения русловых форм, фиксировать новые руслорегулирующие сооружения, которые возведены на тех или иных участках реки, новые коммуникации, выявлять изменения растительного покрова обязательно в руслопойменном комплексе. Если мы говорим о мероприятиях по восстановлению и улучшению гидроморфейского состояния, мы обязательным образом должны смотреть на то, чтобы уменьшать и в общем-то случае ликвидировать все пахотные земли в междамбовом пространстве. Это очень большое изменение гидроморфологии самой поймы. Улучшать руслопойменный комплекс биологической защиты. И очень важно, сейчас, слава Богу, в Украине уже начало это активно внедряться, это увеличение междамбового пространства, защитного междамбового пространства для горных и полугорных рек. Река должна работать в своей пойме, которую она создала. Все здесь закономерно, все здесь природно должно быть. Если мы этот коридор делаем узким, во время прохождения катастрофических паводков, река нам отдает сполна. Но и обобщенные рекомендации. В общем-то, балование русел, на наш взгляд, необходимо проводить только на участках, где есть населенные пункты. Защищать. Пойму защищать не надо. Пойма должна работать. Пойма создана, собственно говоря, самой рекой. Оптимальная ширина водопропускного коридора для горных участков должна быть 3-5 ширины русла, не менее. Предгорных не менее пяти, а для равнинных участков не менее десяти. Это законы, это закономерности. Нарушать их, это делать себе хуже. На всех участках следует запретить распашку в междамбовом пространстве и изменения какие-либо в междамбовом пространстве. Потому что это будет все изменение количества стоконаносов, поступление этих наносов в речную систему, активизация, агрессивность паводков при этом существенно возрастает. И предлагается обустраивать полосы биологического крепления в пределах водопропускного коридора. Последний слайд немножко комментировать хочу, прежде чем поблагодарить вас за внимание и терпение. Когда мы работали на реках, особенно на Карпатских реках, нам вот эта краснокнижная саламандра абсолютно не мешала работать. Нет, и она не так. Давайте поставим вопрос по-другому. Мы не должны мешать саламандре жить там, где она живет. Спасибо за внимание.